Здравствуйте, это новости Дагестана, я Фатима Буталибова и вот главные темы на сегодня. Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства взрыва газа в жилом доме Махачкалы выясняет прокуратура. Масочный режим на транспорте никто не отменял. Все ли его соблюдают? Узнаем через несколько минут. Не спортом единым. Золотой медаль на престижной выставке изобретений получили дагестанские ученые. Врачи продолжают бороться за жизни четверых пострадавших людей при взрыве газа в частном доме Махачкалы. Среди госпитализированных двое детей. Мальчик 8 лет с ожогами 70% поверхности тела и девочка 17 лет с 6% ожогами. Тяжелые повреждения также получили двое взрослых. Тело женщины обгорело на 90%, а мужчина с множественными травмами доставлен в отделение нейрохирургии Республиканской клинической больницы. Состояние их матери и мальчика 8 лет тяжелое, а девочки там ограничены ожоги, состояние удовлетворительное. Помощи они получаются квалифицированы в полном объеме. Все необходимое у нас для оказания этой помощи имеется. Также эти больницы находятся под контролем нашего министерства здравоохранения. Напомним, 22 ноября произошел взрыв газа в частном доме по адресу Амитхана Султана 3А. Пятерых пострадавших оперативно извлекли из-под завалов. Один из них получил травмы, несовместимые с жизнью. По неподтвержденным данным, под завалами оставался еще один человек. Спасатели продолжали его поиски до глубокой ночи, но информация не подтвердилась. По факту взрыва прокуратурой республики организована проверка. Возбуждено уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса Российской Федерации «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Рейд по соблюдению масочного режима прошел в Махачкале. Пассажиров и водители общественного транспорта проверяли на проспекте Имама Шамиля. Сотрудники ГИБДД напомнили горожанам, что в рамках подобных регулярных акций гражданам, нарушающим масочный режим, будут применяться административные санкции. И попросили соблюдать необходимые меры предосторожности для сохранения здоровья и недопущения ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе. Мы составляем протоколы за нарушение масочного режима, как в отношении водителей, пассажиров, так же и в отношении пассажироперевозчиков, то есть юридических лиц. Там идут большие штрафы от 100 до 300 тысяч. Меньше стало людей, которые уже не пользуются средствами индивидуальной защиты, уже меньше стало. Но есть и такие упрямые, которые идут на спор, не хотят одевать. Но таких людей мы обычно высаживаем с автобусов, составляем административные протоколы. Сотрудники транспортных компаний между тем уверяют, что перед отправкой в рейс автобусы проходят дезобработку, а водители – инструктаж. Мы, как работники, принимаем меры, перед каждым выездом дезинфицируем свои транспортные средства, делаем также межрейсовую дезинфекцию, доводим до населения, есть вывески, есть реклама по нашей возможности. Мы не должны допускать дальнейшее распространение, так что здоровье наше – это прежде всего. Диагностика COVID-19 станет более точной и быстрой. 100 тысяч экспресс-тестов, которые ускорят процесс проверки антигенов коронавирусной инфекции, поступили в Дагестан и распределены по медицинским учреждениям городов и районов. Они позволяют в течение 10-15 минут определить наличие или отсутствие вируса в организме человека. Это существенно повышает объемы тестирования, в том числе и контактных лиц с заболевшими COVID-19. Дагестанцы получают награду не только в спорте. Разработка исследователей ДГТУ достойна золотой медали на выставке изобретений «НОВА-2021» в Хорватии. На ней ученые представили открытие в области медицинского приборостроения. Подробнее об изобретении расскажет Наталья Ханбабаева. Международная выставка «НОВА» собирает на своей площадке делегации ученых, изобретателей и студентов из различных стран. Но лучшими среди участников стали именно дагестанские исследователи. В этой престижной выставке ДГТУ участвуют не в первый раз. Были победы и дипломы в четырех аналогичных выставках прошлых лет. Многие разработки опробировались на выставках международного значения. Мы получали золотые и серебряные медали. И достаточно большое количество разработок у нас именно функционирует в области медицинского приборостроения. То есть в таких областях, как физиотерапия, стоматология, рефлексология. В этом году ученые университета представили в номинации «Медицина, косметика, здравоохранение» автоматизированную термоэлектрическую систему. По словам разработчиков, изобретение будет полезно в стоматологии, особенно в лечении парадонтоза. Без лишних надрезов, вмешательств. Быстро и просто прибор определяет, в каком состоянии находится зуб. Устройство заключается в том, что мы можем с помощью нашей термоэлектрической системы в автоматизированном режиме определить по воздействию температурному на зубы, в каком состоянии находится пульпа зуба. То есть мы имеем две пластины, они вставляются в челюсть, в ротовую полость пациента. И определяем геометрическое расположение зубов, а после, уже когда мы определили геометрическое расположение зубов, мы можем, воздействуя температурой, понять, в каком состоянии находится тот или иной зуб. Международное жюри оценило разработку дагестанских ученых и присвоило им золотую медаль и диплом выставки. Кроме того, изобретение отмечено дипломом инновационного фонда в Джидзе и Всемирной ассоциации интеллектуальной собственности. Но ВУЗ и дальше намерен привлекать к исследовательской деятельности больше студентов. Здесь уверены, результат не заставит себя ждать. Конечно, планы есть на то, чтобы и коммерциализировать те устройства, которые у нас уже запатентованы. Работаем в этом направлении со студентами, то есть они получают опыт в реализации, так скажем, и научной деятельности, участвуют в патентной деятельности. Это, конечно, дает им возможность почувствовать уверенность, заинтересоваться наукой и работать именно в той сфере, в которой они должны работать. То есть они поступили в технический университет, а значит они должны работать в инженерных направлениях, в технических направлениях. Мы этого очень хотим. Наталья Ханбабаева, Салман Гитихмаев, Дауд Гасанов, Новости ННТ, Махачкала. Свыше полутора тонн яблок запретили к возу в Дагестан. Грузовик остановили сотрудники Россельхознадзора, транспортной прокуратуры и таможни на федеральной трассе «Кавказ». Согласно этикеткам на коробках, фрукты были из Польши, однако фитосанитарные бумаги и документы, подтверждающие происхождение, не прилагались. Было принято решение изъять продукцию, а затем уничтожить ее механическим способом на мусорном полигоне. Жарить без масла, варить без воды. Все это оказывается возможно. В этом году одна из известных компаний, которая, к слову, специализируется не только на посуде, отмечает свое 35-летие появления на мировом рынке и 27 лет успешной работы в России. О том, как чествовали лучших сотрудников и клиентов махачкалийского представительства фирмы и какие новинки презентовали в материале моих коллег. Роскошные юбилейные торты, столы с угощениями, подарки и сюрпризы. Так день рождения фирмы «Цептер» отметили в Махачкале. Самых успешных сотрудников наградили за многолетнюю работу и вручили фирменные швейцарские часы. Не остались без подарков и клиенты компании. На мероприятии были представлены актуальные новинки, главная из которых так необходимо именно сейчас, в период пандемии. Это пятиступенчатая система очистки воздуха. Чистый воздух мы можем иметь в нашем доме благодаря новой системе очистки воздуха «Терапи Эйр Смарт», которая не только очищает воздух на 99%, но и ионизирует его отрицательными ионами и также кварцует. У нас есть вот такой портативный, индивидуальная такая система очистки воздуха, которая называется «Май-ион», и которая защищает меня всегда, когда я нахожусь рядом с ним, вырабатывая 18 миллионов отрицательных ионов и защищая меня от разных загрязнений, вирусов, бактерий, в том числе от вирусов пандемии. По словам сотрудников компании, посуда «Цептер» экономит время, средства и сохраняет здоровье. Она позволяет жарить без масла, варить без воды, готовить при низких температурах, сохраняя питательные вещества, витамины и микроэлементы. Миксер «Артмикс Про» – новинка, которую оценят почитатели национальной кухни. С его помощью можно приготовить даже урбеч или горскую кашу за считанные минуты. Блендер с функцией приготовления – новинка от компании «Цептер». Это высокоскоростной вакуумный кухонный комбайн, который сохраняет традиции национальной кухни. И он самостоятельно может готовить дагестанские блюда за считанные секунды. Упрощает процесс приготовления на любом этапе. Он умеет одновременно измельчать, смешивать, готовить и взбивать. Мы можем делать как холодные блюда, так и горячие блюда. Ну, к примеру, крем-супы или какие-то кетчупы, томаты, делать заготовки. А также очень хорошо он делает детское питание. На юбилее компании продемонстрировали еще одну уникальную новинку – очки «Цептер». Они позволяют защитить глаза от опасного синего света гаджетов и ультрафиолетового излучения, уменьшают стресс и поддерживают нервную систему. Есть очки «Цептер Гиперлайт». Это новинка компании «Цептер», которые преобразуют высокоэнергетический синий свет в более комфортный для глаза цвета. Красный, оранжевый, желтый, зеленый. То есть что они делают? Когда я смотрю на окружающее меня пространство через линзу, которая содержит фуллерен C60, то есть это фуллереновые очки, эта линза еще этим уникальна, то этот цвет становится мягким. Это не вызывает напряжение моих глаз. Если я ночью еду за рулем, и меня, конечно, не будет в данном случае слепить свет фар ближайших машин, значит, мое вождение будет тоже комфортным. Если я долго работаю за компьютером, мои глаза также не будут ни слезиться, ни уставать, не будут рези в глазах, я буду более эффективна, буду продуктивна. Мои гормоны, гормональный баланс тоже будет в норме. Также была представлена система умного сна, матрасы и подушки из натурального латекса, который поддерживает правильное положение спины и шеи во время сна, а также лечебный текстиль. Элемент здоровья и благосостояния в вашем доме, элемент достатка. И, конечно, это неотъемлемый атрибут для здоровья всех членов семьи, атрибут для гармонии супружеских отношений. Это очень важный элемент, если мы говорим о сборе приданного со стороны невесты. Об уникальном антивозрастном комплексе более подробно рассказала тренинг-менеджер Анна Антипова. Это антивозрастной фуллереновый комплекс, который удерживает влагу, придает коже сияние, придает коже осветляющий эффект. Он борется с морщинками, он борется с радикалами свободными, восстанавливает кожу, увлажняет. Он необходим для любого типа кожи и тоже можно использовать для любого возраста. Новые условия жизни и ограничения, связанные с пандемией, требуют от компаний новых рабочих решений. На сегодняшний день в Дагестане успешно проводятся онлайн-презентации, виртуальные мастер-классы и торговые конференции в Zoom. Цептер – это все для здоровья, прогресса и улучшения качества жизни будущих поколений. В этом уверены сотрудники швейцарской компании. Лориана Шамхалаева, Нурмагомед Магомедов, новости ННТ Махачкала. Дагестанский футболист Абакар Гаджиев признан лучшим молодым игроком месяца ФНЛ-2. Один из лидеров махачкалийского «Динамо» второй месяц подряд удостаивается этой наградой. На счету полузащитника два гола и одна голевая передача в ноябрьских играх. Абакар Гаджиев – лидер своей команды по результативным действиям. В текущем сезоне он отметился семью голами, а также отдал восемь голевых передач. И еще одна футбольная новость. Трое дагестанцев вышли в полуфинал клубного чемпионата мира в Бразилии. Игроки Гамит Шахбанов, Рустам Рамазанов и Али Али выступают в составе российской команды «Барс». Турнир в Рио-де-Жанейро проходит в формате 7 на 7. В споре за трофей сошлись 12 лучших команд планеты. Наши футболисты помогли своему клубу успешно пройти групповой этап. А в четвертьфинале был обыгран коллектив из Чили – 6-4. Поздно ночью «Барс» за выход в финал сыграет с еще одной чилийской командой. И на сегодня это все. Смотрите нас также на сайте nntv.ru. Всего вам доброго и до скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова